Буэнос диэс, братва. Ядерно-разветной заряд в вашей экране. Если вы видите этот кораблик, это значит, что я сегодня покажу один альтернативный метод использования майнерских кораблей. Почему именно майнерских? Да потому что у них есть отсек для руды. Соответственно, мы можем фармить миссии. Итак, что нам для этого потребуется? Мало того, что мы сможем с помощью них фармить миссии. Мы сможем фармить их в полу-ФК режиме. То есть, как это будет выглядеть? Вы подошли. По-быстренькому. Ну, сколько? Ну, полминуты это занимает. По-быстренькому. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Задали все нужные настройки. И полетели опять на 15-20 прыгов. Занимает это как раз по времени минут 10. Потом снова подошли. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. И дальше. Идеальный вариант для фарма на работе. Ладно, хорош ля. Как говорят, он лысый из гаража. Ну, еще поехали. Так, к доске объявлений. Единственное, что работает, это только на Т5 и выше. Наша задача найти вот такой вот контракт. Контракт на закупку пироксерита. Естественно, его берем. Может выскочить вот эта вот херня. Не обращаем внимания. Почему? Сейчас объясню. Потому что у Вентуры грузовой отсек состоит из трех частей. Собственно, грузовой отсек. У меня тут немножко ресурс с планетарки валяется. Отсек для руды. Он-то нам нужен. И отсек для дронов. Ну, дронов я не вожу пока что. Потому что она у меня используется только для этого и не для чего иного. В общем, можем закупить некоторое количество пироксерита. Закупаете, ну, где-то из расчета от 100 до 120-130 тысяч за 500 единиц. Получается где-то в этом диапазоне. Но проблема в том, вернее, как не проблема, а соль. В том, что сдаете квест вы по 150. Чистыми, замечу. То есть, вообще, формально 250. Ну, вполне реально, если вы закупились по 200 за штучку. Вполне реально, что вы получите 150 чистыми на карман. Причем, практически ни хренища не делая. Ладно, хорош ля-ля. Просто начинаем задачу. Быстренько включаем автопилот. И можем отойти. Как раз примерно до того момента, когда Вентура закончит в Варпате, окажется там, где нам надо. А окажется она там примерно через количество прыжков, деленное на 2 минут. Я засекал, потому что я занимаюсь такой херней уже пару дней. В среднем 30 секунд на прыг. Потому что варпает она со скоростью 5 АЕ в секунду. Соответственно, от гайки до гайки, ну, плюс пропрыгнуть, ей занимает, ну, где-то около 30 секунд. Может, чуть поменьше. С другой стороны, лучше чуть-чуть попозже прийти, чем мучительно ждать. Можно выбирать самый короткий маршрут через нули. Тут вообще никакой разницы. Потому что даже те, кто торчит на гейтах, не всегда успевают понять, что между них что-то пролетело. Не то, что взять там вас в лог, кинуть сеточку и так далее. Вот только что два каракала, я больше чем уверен. Что они даже не поняли, что мимо них что-то проскользнуло. А это была Вентура. Причем набитая рудой. Ну, как набитая, где-то больше половины. И вот опять же. Сейчас мы подлетаем к гайке в лоу-секах. И вот, пока Дестер что-то там тупил, я уже успел пропрыгнуть. И опять мы... О-ка, у вас там четыре рыла было, а вы даже не поняли, что мимо вас что-то проскочило. Пока не ввели бублики, а введут их, думаю, не то, чтобы скоро. Я вообще хочу, чтобы китайцев отселили на отдельный сервер, потому что эти бляди заебали уже создавать пробки в городе. И вот таким вот макаром нам прыгать еще. Прыгать и прыгать. То есть нам нужно сделать еще 11 прыжков. Ну, не считая того, что только что произошел. Можно это делать в полном АФК-режиме. Автопилот и в Африке автопилот. Потому что здесь не как в Большой Еве. Здесь подвар происходит прямо в точку, а не километрах в 10 от цели. Мол, сниженная точность и так далее. Потому что если бы так оно и было, вас бы распехали еще на первом подходе к лоусекам. А так получается то, что это работает. Ну да ладно. Лирика ситуации в том, что таких рейсов вы можете сделать штук 5 за час. То есть, как это, допустим, происходит на вентуре первого уровня. Не учебный. То есть вы закупаете 2500 перексерита. Ну, скажем, вы тратите на это полляма. Может чуть побольше. Ну ладно, 600 тысяч для ровного счета. Дальше. Выполняете 5 вот таких вот миссий. Единственное, что они будут падать по одной, ну максимум по две. Самое большое, что я видел, это 3. Но это редкость. И каждую из них вы сдадите по 250. Что даст нам лям 250. И, соответственно, почти 700 тысяч чистыми. А? Никислый такой профит за час не находите? По-моему, даже очень вкусно. Особенно подкупает то, что можно делать это практически в АФК режиме. То есть на 10 минут забыли о Еве. Он все равно варапнется на станцию и докнется, как вам надо. Сдали квест. Выбрали следующую точку. Если есть, набрали новых. Если кончилась руда, поехали на загрузку. На крайняк закупились. То есть в любом случае это займет не дольше двух минут. И вот он таким вот макаром варбая туда-сюда, можно спокойно поднимать баблишко. То есть вот это я сделал, ну, за день ненапряжного фарма. Просто в 10 утра начал. Где-то часам к 5 закончил. Если грубо. Ну, естественно, что я уже два раза успел эту сумму потратить. И два раза ее нафармить. Ну, да ладно. Речь, я думаю, вы поняли правильно. Ну, иногда бывают вот такие глюки. Можно, конечно, увеличить периодичность погрузок. Используя винтуры второго или третьего уровня, ну, это неоправданно дорого. Допустим, в обычную винтуру влезает 5 таких пачек. Потому что каждая пачка занимает 750. И здесь получается как раз где-то около того. В учебную винтуру влезает 3 пачки. То есть 2 250. В обычную винтуру влезает 3 750. В винтуре 2. Уже влезет явно поболее штук 7. Мне сейчас просто лень высчитывать. И в третью винтуру влезает аж 8 тысяч. Аж 9 тысяч. То есть это 12 пачек. Да. по-моему, неплохо. Но с другой стороны максимум, что можно купить для таких миссий, это винтура даже первого уровня, наверное. Даже второй уровень уже будет перебором. Потому что на кой ляд он нужен. Вот честно. Да, я понимаю, что в нее влезает 8 пачек. А шо с того? Я, конечно, не бог Евы и не могу сказать, что насчет обычных грузовиков. Рудовозы могут, значит, могут. Я не знаю, можно ли на том же имикусе это проделывать. То есть у него вроде как есть отсек для доставляемых грузов, но влезает ли туда руда? По-моему, все-таки нет. Ну, честно, на собственном бабле я проверять это не очень хочу. А конкуренция в грузоперевозках просто огромная. Бывает изжитые не взять контракт с диким, даже с диким залогом там за какие-то копеечные доставки. не взять контракт. А вот здесь полу-АФК режим, пожалуйста. Да, я понимаю, что это небольшой заработок, но с другой стороны, когда вы не можете делать что-то более профитное, почему бы спрашивается и нет. Ага. 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 быстро жунт про варпал. Ну и вот мы сейчас запрыгиваем на станцию. Миссия заняла у меня где-то как бы так сказать-то, ну 12-13 минут. Просто был не очень удачный дубль. Ну да хер бы с ним, что называется. Вот и все. Дальше выскакивает такое окошко. конечно хочу. Дальше Гарус мне там что-то говорит. И все, 250 штук упали мне на счет. Ну естественно за вычетом корт налога. Хотя он у меня всего 1%, поэтому как-то вот так. В общем, что хотел, то рассказал. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, этот хак на некоторых парах вам поможет. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. И до скорого. Адьес, братва.